Прежде чем начать соревнование, торжественная часть. Награждение победителей прошлой спартакиады руководителей. Ее бронзовыми призерами стала команда администрации города. Серебро у сборной Беларусь-Нефть-Сибирь. Победителем 15-й спартакиады руководителей за здоровый образ жизни 2014 года с результатом 13 баллов становится команда РН «Пурнефтегаз». За прошедшие 15 лет, которые проводят спартакиады руководители, мы впервые заняли первое место. Участвовали во всех видах спартакиады и сплаченный коллектив. То есть и плавали, и в теннис играли, и в шахматы, и в бильярд, и в боулинг. За счет всего участия, всего коллектива. После награждения победителей прошлого года приветственное слово главы города к участникам нынешнего сезона соревнований. Традиции, которые заложены, сохраняются и расширяются. Есть определенная стабильность в количестве участников. Хотелось бы, чтобы это количество участников прорастало. Прорастало и руководителями, которые любят и умеют играть в этот красивый вид спорта – бильярд. Команды играют по круговой системе, каждый с каждым. После чего уже разыгрываются из участников, занявших первые места в своих группах, разыгрываются первое-третье место, из вторых – четвертое-шеестое и так далее. Сборная «Беларусьнефть Сибирь» участвует в спартакиаде руководителей с 2002 года. Именно тогда в городе появилось это предприятие. Василий Марухни – заместитель директора по бурению. За свою команду в бильярд играет уже не первый год. Это увлекательная игра, то есть требующая выдержки, терпения, внимания. Спорт среди руководителей, он в первую очередь объединяет коллективы, то есть позволяет познакомиться ближе, а также позволяет более, как вам сказать, сплотиться всем руководителям города, чтобы в конечном итоге был общий результат. На общий результат команды может повлиять и участие первого руководителя предприятия. За это сборная добавляется дополнительное очко. Но участие начальника – не только дополнительный балл в копилку команды. Это и личный пример, которым руководитель приобщает своих подчиненных к здоровому образу жизни и активному досугу. Признак здорового общества, в данном случае нашего городского сообщества, это хорошая традиция, которая сохраняется. Вот одна из таких хороших традиций – это проводить соревнования руководителей. А чем в этом году отличается? Тем, что мы посвящаем эту спартакиаду 70-летию Дня Победы. После бильярда руководители ожидают соревнования по боулингу, настольному теннису, шахматам, полевой стрельбе, плаванию и дартсу. Пока же после первого вида спартакиады лидирует команда «Медик». На втором – сборная «Беларусь-Нефть-Сибирь». И на третьем месте – команда «Губкинского союза предпринимателей». Екатерина Склюева, Сергей Микричан. Новости Губкинского.